СОЮЗ ГОРОДОВ ВОИНСКАЯ СЛАВА Нить каждого помогает хабаровчанам найти информацию о родственниках, воевавших в Великой Отечественной. В интернете слышала, что существуют психотропные вещества, что их могут распространять, что их могут в виде конфеты давать незнакомые люди. Хабаровским школьникам рассказали о вреде психотропных и наркотических веществ. Выигран приз и надо ввести определенный код. В Краевом центре борются с мошенниками, использующими мобильную связь и банковские карты. Залив счастья, адмирал Невельской. Театр драмы готовится к премьере. Две актовые печати Александра Невского. Это личные печати, которые он ставил на различных актах. Эпоху Александра Невского воссоздали в музее имени Градекова. Хабаровские патриоты умеют не только из винтовок стрелять, да автоматы разбирать. В мае этого года они показали, как нужно танцевать. И увидела эти изящные па вся страна. Акция «Победный вальс» на площади города воинской славы была отмечена на всероссийском уровне. Союз городов воинской славы отметил акцию «Победный вальс» как лучший проект 2017 года и рекомендовал для реализации этого проекта на территории всех городов Российской Федерации. Как добиваться высоких результатов в гражданско-патриотическом воспитании обсуждали на коллегии при мэре. Уже существующие проекты зарекомендовали себя. Например, музей живой истории в центре «Взлет» пользуется популярностью среди молодежи. Здесь можно посмотреть и потрогать вооружение средневековых рыцарей и узнать о том, как выглядели первые военные крепости в нашем крае. Так необычно ребят знакомят с историей. А скоро на территории центра появится еще один музей. Его посвятят коренным жителям Дальнего Востока. В этом году мы почти закончили музей коренных народов Дальнего Востока. Буквально вот еще нам две недели, и мы уже, думаю, будем расставлять там экспонаты. И чем же там можно будет насладиться? Буквально изображениями коренных народов. У нас есть экспонаты, которые привезли нам в Самурскую область, в натуральные с раскопок. У нас есть вооружение, у нас есть элементы быта вот этих людей, которые, собственно говоря, проживали здесь, когда мы пришли осваивать Дальний Восток. Патриотически настроенная молодежь Хабаровска ходит в музеи, организует праздники, помогает ветеранам. Ежегодно в Дальневосточной столице проводят массу военно-спортивных конкурсов. Боевой мощи юноармейского задора хватает. Сегодня в деятельность по патриотическому воспитанию нас учены более 12 тысяч подростков. Это и 41 юноармейский отряд, который сегодня дополнился рядами в этом году, и около полутора тысяч человек насчитывает. Это и патриотические объединения, которые в городе уже 68. Если 5 лет назад их было 32, сегодня их уже 68. Патриоты Хабаровска – это боевое братство. Они ходят в разные клубы, но зачастую знакомы между собой. Ведь в их общем доме – центре патриотического воспитания на площади города воинской славы – они обсуждают рабочие вопросы. На коллегии мэр предложил наладить связи местных юноармейцев с их коллегами из других городов Дальнего Востока. Техника нам это позволяет контактировать с другими городами воинской славы. Именно активы молодежи, юноармейцев, или даже можно это делать, трансляцию из нашего центра патриотического воспитания. Ну, несколько городов, как это мы делаем в системе видеосвязи, видеоконференции. Я думаю, ребятам будет интересно пообщаться с городом-героем, с ребятами с Владивостока, с Петропавловска, Камчатского, наших городов воинской славы, которые находятся в Дальневосточном федеральном округе. Активную работу патриотических клубов в Дальневосточной столице намерены всячески поощрять. Ведь упускать завоеванные позиции никто не собирается. Павел Игошин, Александр Марченко, Хабаровск. События. В интернете слышала, что существуют психотропные вещества, что их могут распространять, что их могут в виде конфеты давать незнакомые люди. Сейчас молодежь в силу своей бедности употребляет больше всего как раз-таки эти спасти на славе, потому что они легкодоступны и их не тяжело достать. Печальная статистика гласит, каждый десятый школьник хотя бы раз в своей жизни попробовал наркотическое вещество. Только в этом году в Краевую психиатрическую больницу поступило около дюжины подростков с разной степенью отравления запрещенными препаратами. Потому профилактика подобных правонарушений стоит на первом месте. Раз в месяц сотрудники различных ведомств организуют комиссии и выходят в школы, чтобы предупредить возможную беду. Всевозможные вот эти синтетические вещества. То есть предлагается детям попробовать, подбрасывают. Вот даже в каких-то подъездах они находят, иногда пробуют. Были у нас такие случаи. В школах распространяют, стараются. Ну, конечно, это все пресекается. Но вот из-за этого, из-за вот этих вот препаратов, наверное, все-таки вот рост какой-то идет. На таких профилактических беседах у подростков есть возможность получить информацию не по сарафанному радио, а из первых рук, задав вопросы специалистам. Это правда то, что если повыше один раз, то очень тяжело уже отказаться. Вот эти химические, синтетические вещества, они настолько глубоко поражают психику, что действительно зависимые институты после одного единственного тренинга. Поэтому самое главное — не употребляйся все. Только в индустриальном районе Хабаровска на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних стоит 580 подростков. Более 70% из них приступают к закону в силу незнания последствий своих поступков. Есть случаи совершения краж. Это наши любимые торговые центры. Статья 7.27 Кодекса об административных правонарушениях, когда 16 лет мы уже можем привлекать детей к административной ответственности. То есть это вот данная статья. Конечно же, это курение в общественных местах, это распитие алкогольных напитков. В летний период эти случаи у нас, будем говорить, более частые. Хабаровским школьникам также напомнили о том, что железная дорога детям не игрушки. У нас в 2018 году за 5 месяцев на объектах железнодорожного транспорта зарегистрировано 4 трагических случая, в которых пострадало 5 несовершеннолетних. Двое из них остались живы, трое, к сожалению, погибли. Имели место быть как электротравмирование, поражение электрическим током, так и наезд подвижного состава. И один из совершеннолетних решил прокатиться, зацепился, в результате получил ампутацию ноги. Подобные профилактические акции помогают сдерживать рост количества правонарушений, совершаемых подростками. Ирина Фастовец, Наталья Чернышева, Евгений Власов. Хабаровск. События. Вернуться почти на 75 лет назад предложили хабаровчанам организаторы грантовского проекта «Вспомнить каждого». В рамках Краевого гражданского форума все желающие могли принести семейные архивы, чтобы оцифровать фотографии родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны, или поискать информацию о пропавших родственниках. Данные из этих документов мы переносим в базу, то есть чтобы человек, зная фамилию, имя, отчество своего родственника, какие-то данные, мог ввести и получить информацию, в каких документах он упоминается, какую информацию, какие зацепочки можно найти для того, чтобы восстановить его боевой путь, для установить его судьбу. Чтобы сохранить информацию о людях, ушедших на войну из улического района Хабаровского края, хранитель фондов Краеведческого музея села Богородское привезла на форум около трех десятков фотографий. Они хранились в достаточно плохих условиях. То есть вы сейчас посмотрите, данная фотография была приклеена к стенду деревянному, то есть мне пришлось ее отковыривать, чтобы ее не испортить. У нас, когда документы хранятся дома, в какой-то папочке, они не находятся в научном обороте. То есть у них есть данные. Эти данные могут каким-то образом дополнить ту историю событий, которые нам всем известны. Хабаровчанка Елена Черняева пришла на проект вспомнить каждого поработать волонтером. И неожиданно для себя получила данные о прадеде, без вести пропавшем в годы Великой Отечественной. Бабушка делала запрос в 43-м году в Подольский архив. И пришел ответ, что он ни в каких списках не числится. И ей в качестве помощи выделили мешок мороженой картошки. Благодаря проекту в архивах обнаружилась новая информация. Прадед Елены Иван Ефимович Жилин совершил подвиг под Сталинградом и был представлен к ордену Красной Звезды. Конечно, для меня это было таким шоком небольшим, что он убил 13 фашистов. Дело в том, что он работал, его призвали, когда ему было 32 года, он работал плотником, такая мирная профессия Иисуса Христа, и участвовал в строительстве здания Дальгеология. Позже выяснилось, что орден Красной Звезды прадед так и не получил. Его представили к медали за отвагу. Мы видим достаточно интересную вещь, которая, оказывается, была распространенной для того периода, что за тот подвиг, который совершил боец, он представлялся к награждению орденом Красная Звезда. Но фактически очень часто менялась награда в сторону уменьшения или усиление, как правило, это было в сторону уменьшения. В военных комиссариатах Хабаровского края хранится почти 250 дел. 87 из них волонтеры проекта «Вспомнить каждого» уже оцифровали и занесли в базу данных. Помочь сохранить память об участии дальневосточников в Великой Отечественной войне призывают Наталья Чернышева, Александр Марченко и Евгений Власов. Хабаровск. События. Узнали мы тайны проливов и шхер, и нами гордится седой Грузенштерн. Увидеть залив счастья адмирала Невельского смогут хабаровчане в грядущие выходные. Спектакль о судьбе исследователя Дальнего Востока ставит московский режиссер Александр Калмыков. Рассказывать на сцене театра драмы о первопроходцах при Амурье ему предстоит уже во второй раз. В прошлом году он стал автором спектакля-мьюзикла «Муравьев-Граф Амурский». Вообще-то Геннадий Иванович в быту был достаточно неуживчивый человек, можно сказать, такой вредный немножечко. Человек очень настойчивый человек, авантюрный. У нас вообще край получился из-за авантюристов. Один авантюрист ослушался указа, исследовал эти земли и поставил здесь флаг. Второй авантюрист не стал ждать и сам единственный заключил договор с другой державой, будучи всего лишь губернатором, а не министром иностранных дел. В основе первой части спектакля история Амурской экспедиции, в ходе которой Геннадий Невельской доказал, что Сахалин – это остров, и в устье Амура могут зайти морские суда. Судьба тех, кто совершает подвиги, нелегка, еще тяжелее их близким. Жена адмирала Екатерина, воспитанница Смольного института благородных девиц, не побоялась оставить высший свет и вместо медового месяца уехать с мужем в пятилетний поход по диким дальневосточным землям. Любовь к отечеству у нее была не прописная, не газетная. Любовь была искренная. И он когда приглашал в жену эту девушку, она говорит, на каком месте в вашей жизни я буду? На третьем. На первом месте родина, на втором боевые товарищи. Вы на третьем. На пути Невельского встречаются те, кому претят его идеи и успех. Например, однокурсник по морскому училищу, в будущем министр флота «Крафт». Известно всем, что истинный мужчина, весь состоит из у мужа и истина. Пьесу по заказу театра написал белорусский драматург Андрей Курейчик. Главные герои исполняют арии, танцуют. Автор спецэффектов, лауреат премии «Золотая маска», художник-постановщик Мария Вольская. История Невельского для меня, как для гражданина и человека, не является каким-то открытием. Другой вопрос, что, скажем так, медаль нашла своего героя. То есть, видимо, пришло время делать спектакли, напоминание о том, что существует и существовали, вернее, такие великие люди. Во второй части спектакля зрителям покажут адмирала Невельского уже в статусе члена Морского совета и заместителя руководителя Российского географического общества в Петербурге. Вместе с князем Константином, сыном Николая I, Невельской стал автором важных для империи реформ. Каких зрители узнают в день премьеры. Она состоится 20 октября. Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Хабаровск. События. В Хабаровске мошенничество, совершенное с помощью интернета, с использованием банковских карт и мобильной связи, не редкость. И если количество преступлений, совершенных в интернете, таких как угон почты, кражи персональных данных, использование сайтов-клонов, в этом году сократилось, других видов мошенничества, например, с использованием мобильной связи, становится все больше. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано чуть более 400 подобных преступлений, что практически на треть больше, чем в прошлом году. Мошенники пользуются хорошо приемами психологии, звонят на мобильный телефон. Чаще всего эти звонки поступают в вечернее время или же ночное, когда человек несколько не сосредоточен. Сообщение такого плана, что мама, я попала в беду, бабушка, выручи, я попала в ДТП. То есть о переводе денежных средств. Специалисты советуют, если вам поступил подозрительный звонок, нужно успокоиться и постараться связаться с теми родственниками, от которых якобы вам только что звонили. А чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества, достаточно придерживаться несложных правил, не устанавливать простые пароли на социальные сети, бескрайней необходимости не пользоваться публичным Wi-Fi, регулярно проверять компьютер с помощью антивирусной программы. Еще один вид мошенничества связан с банковскими картами. Как правило, это сообщения, которые поступают в адрес пользователей о том, что некая сумма перечислена ошибочно, просят вернуть. Далее мошенники направляют сообщения, в которых указывают о том, что выигран приз и надо ввести определенный код для того, чтобы получить компенсацию за этот приз. Нужно насторожиться, если сообщение пришло не с того номера, с которого обычно приходит информация от вашего банка. Необходимо знать также номер службы поддержки банка, чтобы в случае необходимости позвонить и убедиться в достоверности информации. И ни в коем случае не сообщать коды ваших банковских карт и другие данные посторонним людям. Специалисты уверяют, что даже если полученный ущерб от мошенничества незначителен, обращаться в полицию все равно нужно. И не удаляйте поступившие сообщения и номера телефонов, с которых звонили. Это поможет задержанию злоумышленников. Владислав Игнатьев, Александр Марченко, Хабаровск, События. Эпоха Александра Невского разворачивается в музей имени Градекова. Наконечники стрел, брошенные на поле боя 800 лет назад, теперь аккуратно разложены по ткани и скоро их накроют стеклом. Этим мечом орудовали в 13 веке, а затем потеряли в новгородской реке Волхов. Это как для современного мужчины оставить где-то свой автомобиль и забыть. Цена на них примерно одинаковая. Русские воины мечи предпочитали импортные. Например, клинками из Северной Германии можно было хвастаться перед так называемыми коллегами. Мечи некоторых известных европейских мастерских даже подделывали. В этой коллекции подделок нет. Некоторые экспонаты были личными вещами Александра Невского. Две актовые печати Александра Невского. Это личные печати, которые он ставил на различных актах. Одна из этих печати, вы сейчас ее видите, на ней изображен всадник с мечом. Александр Невский – самый узнаваемый персонаж российской истории. В 2008 году он стал победителем проекта «Имя России». С одной стороны, это исторический, реально существовавший князь. Вот Деминировский. С другой стороны, мы его знаем как святого. С другой стороны, мы еще знаем его как некого защитника русской земли. И в том числе, как легендарного полководца и прозорливого политика. И это все-таки отдельные образы, которые существуют. И, собственно, выставка нам дает возможность посмотреть, как этот образ формировался. Культ Александра Невского начинается в 18 веке. Тогда же учреждается орден имени древнерусского князя. Его гордо носили Суворов и Аракчеев. В советское время ордена не стало. Но лучшие награды за храбрость в боях и управление подчиненными не придумали. И его вернули вновь. Это единственный орден в мире, на котором изображен актер. То есть, вот здесь изображение Невского – это как раз изображение актера, который снимался в фильме «Александр Невский» 1938 года. Настолько стал он хрестоматийным, вот этот образ, переданный в фильме, что сейчас очень часто ассоциируется именно внешность Невского с внешностью актера. Действительно, Сергей Изенштейн буквально создал живой образ древнерусского князя. Фильм «Александр Невский» и фотографии со съемок можно увидеть на выставке. Это настоящий сценарий, по которому Сергей Изенштейн снял свой фильм «Александр Невский». Ну, пленка, конечно, для антуража. Освежить в голове события 1242 года можно в музее имени Градекова до 10 декабря. Увидеть своими глазами меч времен древнерусского князя приглашают Яна Коробицына, Андрей Трязяков. Хабаровск. События.